Привет, друзья! Мы с вами продолжаем исследовать Баку, и сегодня мы увидим еще одно значимое место Азербайджана и Черешахер. Что сие значит? В переводе с азербайджанского – внутренний город, или как его называют – старый город. Итак, господа, мы с вами находимся в так называемом старом городе. В отличие от сюжета бессмертного фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», в котором Баку изображал иностранный город, мы с вами находимся в том самом старом городе, 52 года спустя после съемок этого фильма. И Баку у нас с вами – это именно Баку, а не Стамбул, как в «Бриллиантовой руке», или Буэнос-Айрес, как в «Человеке-амфибии». Субтитры подогнал «Симон» Старый город, или Ичири-Шехер на Азербайджанском – это старинный жилой квартал, историко-архитектурный заповедник в столице Азербайджана, городе Баку. Окруженный хорошо сохранившимися крепостными стенами, является наиболее древней частью и достопримечательностью города. На карте, красной линией, я отметил примерные границы старого города, который, так сказать, колыбель нынешнего Баку. Его территория была заселена еще в Бронзовом веке, а в 15 веке Шерваншах перенес свою резиденцию из Шимахи в Баку, что способствовало усилению Ичири-Шехера. С 1747 года по 1806 годы Баку, сосредоточенный в основном в Ичири-Шехер, был столицей Бакинского ханства, а после нефтяного бума середины XIX – начала XX веков, центр Баку начал стремительно расти и вышел далеко за пределы крепостных стен Ичири-Шехер. Историко-архитектурный заповедник Ичири-Шехер расположен на территории Сабаильского района города Баку на невысоком холме у Каспийского моря. Ичири-Шехер окружен крепостными стенами, высота которых достигает 80 метров, а ширина 3,5 метров. На площади в 221 тысячу квадратных метров, которая занимает заповедник, проживают более 1300 семей. Здесь также расположены некоторые посольства, мечети, каравансараи, бани, рестораны, гостиницы, музеи, магазины и даже государственные учреждения. В 2000 году, вместе с дворцом Шерваншахов и Девичьей башней, Ичири-Шехер был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и стал первым из объектов Азербайджана, включенным в список этого всемирного наследия. Рассказывая о старом городе, нельзя не упомянуть Девичью башню – древнюю крепостную постройку высотой 28 метров у прибрежной части старого города. Ни дата, ни точная цель строительства башни точно неизвестны, однако легенда гласит, что Шах решил взять свою дочь в жены. Пытаясь отговорить его, дочь попросила отца построить башню и подождать до окончания строительства. Когда постройка была закончена и Шах не передумал, Дева поднялась на самый верх башни и бросилась вниз. Когда сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бриллиантовой руке. Правда, заблудиться по-настоящему в реальном старом городе Баку достаточно сложно. Весь его можно пройти насквозь за 10 минут. Здесь, еще на 8 лет раньше, в 1961 году, бегал от полиции Ихтиандр в Человеке-Анфибии. Вот здесь вы можете его видеть на фоне Бакинского залива и остального города. Конечно, в старом городе есть еще много чего. Это дворец Шерваншахов, дворцовый комплекс, древняя резиденция правителя Шервана, музей мини-артюрной книги, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, музей археологии и этнографии, да еще много чего. Это место сердце Баку, и быть в городе и не посетить Ичиришехер невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok